И в человеческом обществе сейчас, вот в сей момент, мы продолжаем жить по биологическим законам и рубимся так же друг с другом, как там три миллиона лет назад. Ничего не изменилось. Принципы, лежащие краеугольной в нашем поведении, это еда, размножение и доминантность. Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития Нервной системы Института морфологии человека. Автор книг и публикация на тему происхождения и эволюции головного мозга. Безграмотный крестьянин, слушавший проповеди от батюшки в церкви в позапрошлом веке, мыслил более независимо, чем современный клерк, не вылезающий из интернета. Это парадокс? Нет, это закономерность. Почему? А клерку не надо ни о чем думать. Ну вот представьте себе, крестьянин в позапрошлом веке. Да шапку надо снять, у него все, он сам даже спички делал. Вы понимаете, все, ему надо было плохо, хорошо, но владеть всем, начиная о том думать, как у него, чтобы крыша не загорелась, чтобы печка была сложена, чтобы за зиму не пропала в амбаре пшеница, чтобы животное не замерзло, не сдохло, чтобы хватило того-сего, а кроме этого еще хочется и выпить, закусить, надо и пиво сварить, и все остальное. Представляете, что такое крестьянин? Это человек, по сути дела, универсальных навыков. И ему приходилось решать все самому и думать наперед. О чем думает клерк? А клерк думает только о том, как бы, во-первых, занять место своего начальника и поменьше работать, побыстрее сработать уйти и больше зарплату получить. Конечно, примитивизация. Я об этом говорил неоднократно. Человеческий мозг за последние 100 тысяч лет уменьшился на 250 грамм. Ты, голубчик, троекратный болван, голубчик. Совершенно правильно, Ваше Величество. Сергей, я знаю, что вы не шибко сильно восхищаетесь достижениями современной цивилизации. Они вам кажутся, ну, в какой-то степени сомнительными. Тем не менее, я вижу на вас прибор, который увеличивает мощь вашего зрения. Это называются очки. Я вижу на вас другой прибор, который заменяет вам биологические часы. Вы точно знаете по своим часам, какое сейчас время. Я хочу рассказать ужасную историю. Когда кровавый сатраб самодержавы Бенкендурф отправлял Пушкина Михайловскую ссылку, он отобрал у него смартфон, чтобы он не звонил, пущенную дальгу, отключил в доме газ, воду, электричество, естественный интернет. Несчастный Пушкин при свете свечи гусиным пером писал своего гениального Бориса Годунова. Арина Родионовна вязала ему носки, чтобы не замерз. Вы знаете, без Гугла... И по Илла Портвейнам. И по Илла Портвейнам. Без Гугла и без Яндекса великий поэт написал величайшее произведение. Я не уверен, что с Гуглом и Яндексом у него бы получилось лучше. То, о чем мы говорим сейчас, я ерничаю, да? Это Стругацкие называли костыли человечества. Достижение технической цивилизации. Я с вами согласен. Они что нам дают и что они у нас забирают? Задержитесь на этой теме. Да, пожалуйста. Они нас приближают к этому самому идеальному состоянию, который... Идиотизму? К обезьяниму. А, к обезьяниму. Почему? Потому что, ну вот смотрите, вы берете школьника и смотрите на простого школьника, который еще, так сказать, проходит эволюционный путь наших далеких предков, изображая из себя человека. Значит, что он делает? Попробуйте его заставить выучить таблицу умножения, если у него в телефоне таблица есть. Все, что можно вынести из себя и время. Но время-то у нас, извините, если меня запереть в темной комнате для любого человека. Я установлю цикл в 33 часа. У нас, к сожалению, цикл не 24-часовой. У нас какой-то архаичный 33-часовой цикл, поэтому часы нужны. Мы не можем точно определять из-за того, что биологические часы работают в другом ритме. А вот все остальное технически, вот эти, наладонники, там всякие телефоны, смартфоны, компьютеры, это способ имитировать образование. Это способ имитировать контакт. Это способ имитировать образованность и даже всезнайство. То есть в чем дело, на самом деле? Наш мозг не хочет работать ни на каких условиях, потому что это продукт биологической эволюции. То есть когда мы спокойно и тихо лежим с бутербродом на диване и смотрим там телеканал «Звезда», значит, спокойно, с удовольствием изучая, как там ездили танки 70 лет назад, в этот момент наш мозг работает примерно на 10%. А если вдруг у нас что-то засвербело и нам потребовалось решать какую-то домашнюю, бытовую, семейную или там рабочую проблему и решать напряженно и быстро, то мозг включается и начинает потреблять до 25% энергии. То есть имеется всё, что мы вдохнулись, ели и выпили, идёт на 25, от этого идёт на содержание мозга. А масса-то 1,5 от массы тела. В результате вот этого простенького сравнения становится понятно, что мозг любым способом, любыми приёмами старается избежать расходов энергии. У нас за плечами много миллионов лет эволюции, а человеческая социальная жизнь в достатке, она мизерная, и мы инстинктивно не верим в то, что завтра будет колбаса. Поэтому всё время переедаем, на ночь особенно, надо наесться, и бог его знает, что там в обезьяне будет будущее, можно умереть с голодухи. Именно поэтому наш мозг всеми силами пытается не расходовать драгоценную до организма обезьяны энергию. Ну, не было таких сытых времён никогда. А по возможности не думать. Если есть возможность не думать, то мозг тут же получает внутренние наркотики. Почему в том числе западные зрители так хорошо глотают знакомое? Да потому что им раз показывают знакомую картинку. Они так вспомнили, говорят, ну мы так, в общем, с детства считали. Ты, пожалуйста, ещё подумай. Я про одно и то же не умею думать два раза. Вы высказали очень печальную мысль, с которой я рискнул не согласиться. Кошка, попавшая в незнакомое место, будет ходить и обнюхивать все углы. Она понимает, что это способ к выживанию. Ей надо знать путь к вступлению, убежище. Я, попавший в библиотеку, буду снимать книжки и рассматривать их корешки. Страсть к познанию, тяга к познанию, это такой же инстинкт человека, homo sapiens, как у кошки, которая изучает новое пространство. Кроме того, существует такое понятие, как радость познания. И нет более высокой радости, чем это. Не согласны? Это надо сначала научить этим пользоваться и попробовать. Если вы принудительно не научите человека получать это удовольствие, ничего не получится. Потому что мы знаем тысячи поколений рантье, в той же упомянутой сегодня Англии. Там же очень много людей вообще не работало никогда и работать не будет. Они живут на пособии уже несколько поколений. И чего-то из их среды не лезет на радости познания количество освобожденных музыкантов, художников. Что-то не заводится. Почему? Потому что маловато будет, кроме инстинктивной радости познания. Познание, вы понимаете, вы сняли одну книжку. Ну, отлично. Сняли другую. А третью книжку в лапзал больной там сибирской язвы. И ваша радость познания на этом закончится. Или сверху свалится на вас крыса размером с кота. И вот будет вам познание. Поэтому сапиенсы не очень любят лезть туда, где радость познания совмещена с опасностью. А вот радость познания устриц нового сорта под коньяк. Это пожалуйста. А вот наоборот рискованно. Есть один литератор, ну, скорее журналист, который переписывает от руки Толстого, Чехова, Бунина. Утверждает, после этого я пишу лучше и с большей долей ответственности. Но надо обязательно это делать от руки. Какой процесс происходит в его мозгу, когда он переписывает шедевры? Понял, да. Он правильно делает. Молодец. Могу сказать, что да, действительно, на мозг это влияет. Потому что у нас, когда мы читаем глазами, у нас пользуется в основном собственная память и зрительное восприятие. Мы пытаемся образами наградить те символы, которые видим. А когда он переписывает, сюда включается колоссальная часть мозга. Треть нашего мозга занята моторным управлением. Мелкой моторикой. Причём лобная область огромная, там, в несколько полей, которые координируют движение руки. И поэтому он молодец, потому что он запоминает обороты, подключая новые поля мозга, кроме зрительных, которые у простого читателя в метро, оказывается, не задействованы. Вы хотите сказать, что женщина, которая умеет вышивать бисером, умнее, талантливее и интеллектуально одарённее, чем женщина, доктор наук, которые читают лекцию о сюрреализме? Я думаю, что если на бисером вышит лекцию про сюрреализм, то она будет точно умнее. Надо уравнять их условия, понимаете? Потому что одно дело, наслушанная женщина, которая в жизни не нарисовала ни одной картины, и потом их рассказывает о них, это вызывает известные сомнения. А другое, если настоящий художник, и при этом владеющий этим всем, будет рассказывать, будет иметь те же самые знания. То есть их надо поставить в равные условия, и та, которая просто читает книжки, их пересказывает, будет всегда хуже той, которая читает те же книжки, и ещё занимается мелкой моторикой. Где у вас малина? Вот она, пожалуйста. Ой, я и не знала, что коты такие умные бывают. Я думала, они только на деревьях кричать умеют. Подумаешь, ещё и вышивать могу, и на машинке тоже. У камня надо обязательно работать, иначе мозг окажется обделённым. Вы утратите часть своего мозга. Объясню, почему. Есть физиологические законы, я ничего не придумываю. Дело в том, что наш мозг достаточно подлый орган. Он работает, в нём работают только те области, которые вам в данный момент нужны. Зрение только затылочное, 17-18-19-е поле. Значит, если вы глазами питаетесь, смотрите телевизор. Если вы занимаетесь физкультурой, вы занимаетесь теннисом с целью поддержания здоровья. Но у вас и будут моторные области-то нагружаться. Там будет кровообращение. А в ассоциативных-то не будет ничего. Там склероз раньше наступит. Если вы думать не будете. То есть, человеческий мозг можно сохранить до старости в нормальном состоянии тогда, когда будут очень разные виды деятельности. Интеллектуальные, физические, движения, тонкая моторика, зрительные ощущения, слуховые. Потому что мозг, если что-то не задействовал в нём, чтобы энергию не тратить, он эти, ну так проще говоря, меньше кровоснабжает. Значит, там раньше склероз наступит. Да, прекрасный физкультурник в прекрасном состоянии. Отличный мальчик, отличная девочка, там в 70 лет. Но при этом в голове уже много склеротических очагов, которые не позволяют с ними разговаривать. На что жалуемся? На голову жалуются. Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. Какая же это силища мозг, если им правильно управлять? Да, конечно, я вам приведу пример даже в своей последней книжке про гениальность, изменчивость и гениальность. Я привёл специально анатомический препарат из знаменитого русского профессора Гинца 30-х годов. Два препарата очень интересных. Не самого мозга, а его кровеносной системы. Он взял извозчика и аккуратно распрепарировал сосуды головного мозга. И взял профессора Некрасова, известного профессора математика, и его мозг. Ну, он скончался, значит, из его мозга извлекли кровеносную систему и разложили, и сравнили. Так вот, речь идёт о разнице не на проценты, а речь идёт о разнице на порядки. У профессора сохранней кровеносные сосуды, которые позволяют мозгу работать нормально, примерно, там, в 30-40 раз лучше, чем у извозчика, который только это заливал заворотника и водил свою кобылу. Вот так. Ты виноват. И тебе придётся оказать мне не совсем обычную помощь в наказании за эту дерзость. Нет. Какую? Устяк. Я намерен создать существо, которое мне целиком подчинится. Я подыскиваю мозг. Кажется, твой подойдёт. С загадкой остаётся процесс запоминания и вообще память как таковой. Нет, никакой загадки здесь нет. Нет, никакой загадки. Объясните мне одну вещь, вот просто на конкретном примере. Я проходил мимо ларька, бросил взгляд и запечатлел фразу. Александр Буйнов пришёл на презентацию в оранжевых носках. Прошло 17 лет. Буйнов давно уже выбросил свои носки в мусоропровод. Почему я помню эту чушь? Почему мой мозг забит шелухой, спамом? И я не могу это вычистить. С удовольствием объясню. Объясните. Да, это всё очень просто. Примитивные проблемы, которые, собственно говоря, благодаря которой всё, что показывают по телевизору, запоминаются очень своеобразным способом. У нас есть два вида памяти. Они, оба эти виды памяти, имеют не словесное объяснение, а физическую основу. То есть, каждая нервная клетка, представляющая собой, у нас их ток в коре 11 миллиардов, имеет отростки. Эти отростки образуют от 100 тысяч до миллиона связей. Каждый такой контакт, который называется синапс, по нему проходит непрерывный сигнал. Пока этот сигнал проходит, память работает. Стоит человека инактивировать на 6-7 минут, начнут безвозвратные потери памяти. Так вот, вот эти синапсы всю жизнь образуются случайно по времени и разрушаются. Каждый день у каждого нейрона из 11 миллиардов в коре примерно 3-4 синапса. Но в тот момент, когда они образуются, вы не знаете. И если они образуются в момент, когда вы увидели носки Буйнова, это у вас перейдёт в долговременную память навсегда. И пока эти синапсы не будут разрушены, вы будете помнить. Если вы будете с этим бороться, то у вас на этом ещё образуются новые синапсы. Эта память будет копироваться, копирать носки, так и останутся на всю жизнь. Вот в чём дело. Потому что момент образования этих связей, которые представляют собой долговременную память, случайны. Вы проходили, вы всю жизнь там сидели, учили китайский язык. Ничего не получается. Эти тараканы не запоминаются. Вы пошли на кухню, там какой-нибудь сериал, там какие у тебя губы, какие у тебя глаза. И вот эту чушь вы запомнили на всю жизнь. Потому что синапс образовался именно в этот момент.